То есть, что такое память? Память — это инструмент, влияющий на судьбу. Этот инструмент не наш, так устроила жизнь. Ну, то есть, мы постоянно помним о себе 24 часа в сутки. Когда судьба становится тяжелее, память о себе становится бучительной, больной, интенсивной, неприятной и захватывающей всё сознание человека. То есть, это можно услышать в песне, да? «Имщикник, а не лошадей». «Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, всё будет минувшее вновь». Ну, то есть, видите, он уже хоть жаждет просто забыть, но память будет минувшая вновь, заставляет вспоминать измену и любовь, которую человек испытывал. Это означает тяжелая судьба. Запомните, человек также спать не может в это время и есть не может. То есть, так сильно действует тяжелая судьба памятью о себе, о событиях, которые происходят. В чём заключается метод, который придумал не я? Этот метод описан во всех священных писаниях. Метод заключается в том, что человек должен переключать память на Бога, потому что память о любом другом человеке, который не связан с Богом, усугубляет ситуацию. То есть, если я привязываюсь к человеку, вот, допустим, некоторые люди, они говорят, «Я ваш Спаситель, помните обо мне, вот, я Бог, я воплощение Бога, я пришёл после Иисуса Христа», то есть, некоторые так говорят, «Я его воплощение», да? Некоторые люди так говорят, «Помните обо мне, и я вас спасу», они так говорят, эти люди. Но если вы будете думать о человеке, то вы привяжетесь к человеку и получите очередную проблему, понимаете? Потому что именно привязанные к человеку создают проблему. Девушка к парню привязалась, потом он её бросил и всё. Ну, то есть, понимаете, Бог чем отличается от человека? Он никогда не бросает, он никогда не выказывает слабость, он не обманывает, он не слабый, он всемогущий, он чистый, он святой и так далее, понимаете? То есть, на него можно обполагаться в жизни. Вот, и поэтому память вообще, куда бы она ни привязывалась, она нас отрывает от своей судьбы, к судьбе того, к кому мы привязались. Поэтому судьбы людей постепенно переплетаются. Ну, допустим, я привязалась к ребёнку, его судьба на меня влияет. Если я думаю о нём постоянно, если я думаю, допустим, о муже, его судьба влияет. Если я думаю о Боге, то что происходит? Судьба перестаёт влиять у кого бы ни было, потому что Бог соткан не из судьбы, у Бога нет судьбы, Он соткан из вечности, понимаете? Перестаёт влияние судьбы оказывать на нашу жизнь и начинает оказывать влияние в вечность или милость. Ну, то есть, мы начинаем попадать в зону счастья, в зону победы, в зону преодоления трудностей в своей жизни, в зону удачи и процветания во всех отношениях. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, человек, когда помнит о Боге, он достигает многих-многих возможностей в жизни. Но самая главная возможность заключается в том, что он достигает правильного понимания, зачем нужна ему сама жизнь. Потому что все люди в основном живут в бреду. Они думают, что жизнь нужна для того, чтобы увеличить жилплощадь, увеличить зарплату, больше детей, больше жилплощади, больше зарплаты, больше поездок в Майами и так далее. Ну, такая схема стоит у людей. Они думают, что для этого нужна жизнь. А жизнь человеческая нужна для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы осознать себя душой, для того, чтобы обрести глубокое вечное счастье и глубокую вечную любовь. И эти все вещи, они не являются платными. Вот, допустим, если у тебя будет много денег, это значит, что обретешь вечную любовь. Наоборот, ты от нее отдалишься. Вот. Поэтому, когда человек думает о Боге, он обретает все необходимое в жизни. А самое необходимое, это понять, зачем нужна сама жизнь. Потому что большинство людей живут зря на этой земле. Итак, память о Боге. Часто люди думают, что если я буду просто повторять молитву и вспоминать, и думать о молитве, то я таким образом смогу помнить о Боге. Это классическое заблуждение. Почему заблуждение? Потому что для того, чтобы помнить о Боге, в твоей памяти должно включиться одно из двух. Или любовь к Богу, которая приковывает память. И тогда ты можешь помнить без всякого звука лишнего, внешнего. Или любовь должна включиться. Или сила. Что такое любовь и что такое сила? Любовь достигается с помощью служения Богу. Вот ты, допустим, живешь в монастыре, тебя не окружает ничего, кроме монахов и добрых людей. Все, что ты делаешь ради Бога. И постепенно у тебя чувство Бога увеличивается, увеличивается. И ты уже, тебе ничего не... Ты постоянно думаешь просто о том, что ты здесь занят служением. И, допустим, ты, когда молитву читаешь, думаешь о своем служении, о том, какие монахи хорошие вокруг. Это и есть память о Боге. Это самое поверхностное, но это уже память о Боге. И постепенно ты приводишь вообще к личным взаимоотношениям с Богом. Как это было, допустим, у Моисея или у Мухаммеда. Ну, то есть у них были личные отношения с Богом. То есть они прямо, напрямую с ним имели отношения. Это очень высокий уровень развития личности. И каждый человек должен дойти до этого уровня. Каждый человек должен стать как Моисей, как Мухаммед. Но как бы в будущем. Не типа сейчас мы, я желаю всем счастья, поповторяем и выйдем отсюда Моисеями. Вот это означает полное предятие. Если человек такие вещи говорит, значит, что у него с башкой непорядок. Это, понимаете, длинный путь. Много-много жизней, может быть, для такой святости нужно человеку, чтобы дойти. Очень-очень длинный путь. Мы не можем быть Мессиями. То есть мы слабые, жалкие существа, которые еле-еле тут в этой жизни выживают. Что уж говорить о наших возможностях иметь отношение с Богом. Итак, память о Боге. Или любовь. Это значит, надо бориться полностью в духовной жизни. Забыть про свою работу, семью. Это называется отреченная жизнь. Когда человек живет отреченной жизнью, и есть одно условие. Никого не считает вокруг себя плохим. То есть он не оскорбляет монахов. То есть совсем согласен всем, что делает. Принимает все от всех. И любит людей вокруг себя. Такой человек может просто сидеть, молиться и думать о Боге. Ему не нужны никакие-то звуки дополнительные, еще что-то. Вот только такой человек. Второй вариант – это сила. Что такое сила? Это когда что-то произошло в твоей жизни, очень сильное такое. И это сильное связано с Богом. Это событие так перевернуло твою жизнь, что ты просто вспоминая это событие, можешь от него не отвлекаться никогда. Просто думать о нем, и все. И тебя ничего не отвлекает. Так действует сила. То есть это какое-то чудо необыкновенное. Так действовал Иисус Христос. Он специально исцелял людей, чтобы чудо вот это, оно привязывало их к памяти о Боге людей. Чудо – это может быть какое-то видение там необычное, еще что-то. Понимаете? Также эти чудеса, все видения привязывают человека к психушке, к духам злым. Ну, чаще всего. Ну, то есть не то, что Бог будет через чудеса действовать. В основном злые духи так действуют. Ну, допустим, у человека какое-то чудо произошло, он начинает думать об этом чуде и становится чудиком. Так бывает чаще всего. Поэтому этот метод чудес, он очень опасный. Понимаете? Типа вот, мне видение такое пришло, что я должен написать новую Библию. Ну, скорее всего, это видение пришло. И он курит, при этом пьет, там развратом занимает человек. По его поведению можно понять, достойен он вообще писать Библию или нет. Если человек грешит, то он однозначно недостойный. Бог даже близко к нему, рядом не подойдет. Понимаете? Это означает читать молитву самому, ничего не слушая. Думаю, что вряд ли кто из вас достиг такого возможности здесь, сидящих в заднем. В том числе и я. Вот. Ну, точно вам говорю. Субтитры создавал DimaTorzok